Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы с вами возвращаемся на финансовые площадки, чтобы оценить ту фундаментальную ситуацию, которая на ней сейчас сформировалась. Я обещал, что в ближайшие дни будет добавлен ролик, который посвящен тематике аналитических обзоров с визуальным оформлением пульса рынка. Этот ролик мы добавили вчера. Называется он «Евро-доллар. Почему паритет» — это неизбежная цель, которой стоит руководствоваться для тех, кто спекулирует торговлей европейской валютой. Если есть желание, вы, разумеется, можете ознакомиться с этим видео-выпуском, видео-обзором на нашем канале на YouTube. Собственно, в соответствующем разделе он уже доступен. Давайте начнем сегодня с оценки ситуации, которая сложилась на рынке энергоресурсов. В частности, если говорить про НЕК, то по вчерашнего дня был зафиксирован обрендум на отметке 55 долларов за баррель. Сейчас актив корректируется. Мы видим, что котировки находятся на уровне 54.80. И в целом волатильность довольно-таки неплоха. Я думаю, что, может быть, это как раз первый сигнал того, что мы начинаем вступать в фазу предновогоднего ралли. Я надеюсь, что волатильность подарит нам массу хороших возможностей. Я надеюсь, что в целом эта волатильность будет направлена все-таки на формирование вектора, касающегося и направленного на ослабление рисковых инструментов. Потому что, если с ростом доллара уже все понятно, даже по паре USD и иены мы с вами уже взяли, скажем, паузу, передышку, поскольку коснулись нашего профита, ориентируя его по ряду рисковых инструментов, профиты пока еще не достигнуты. И я надеюсь, что мы сможем добраться до нашей цели к концу, собственно, этого года. Что касается нефти, вчера вы наверняка могли заметить, что актив двигался весьма динамично, побывал как в плюсовой территории, так и в отрицательной, собственно, в минусе сессии и была закрыта. В качестве позитивных моментов, которые стоит отметить, это сообщение позитивное для нефти о перебоях поставок со стороны Ливии из-за очередного геополитического конфликта. Плюс ко всему трейдеры продолжают, конечно же, спекулировать и обсуждать ключевую сейчас новостную тему для рынка энергоэнергии, достигнутые соглашения, потому что любой отчет, любой комментарий, касающийся нефти, он, безусловно, пропускается сейчас через призму этого соглашения. По параметрам, собственно, этой сделки я повторяться не буду. Думаю, что вы прекрасно все уже запомнили, кто, насколько будет сокращать. Но вот сейчас рынки обсуждают, а не пойдут ли регионы на большую коррекцию. В частности, ряд инвестиционных банков планируют то, что Саудовская Аравия прогнозирует, может снизить производство не до 10 миллионов баррелей в сутки, а до 9,5. Поскольку только так можно будет поддержать идейные порывы ограничения производства и обеспечить хоть какой-то стоящий базис для восстановления баланса между спросом и предложением. Мы продолжим следить за этой новостной картиной, но помним то, что помимо позитива, есть все-таки еще и скепсис, который связан с опасениями, что регионы, может быть, несколько перестарались с оценкой тех объемов, на которые они могут пойти по коррекции. Сразу же сделать это не удастся. Поэтому, прежде чем мы уже объективно поговорим о реально той ситуации, которая сложится после времени этой сделки, мы должны получить новые цифры, обновленные данные. Это только уже и на год. Месяц после праздников мы, условно, вернемся к этой теме. Что касается негативных факторов, которые оказались все-таки главенствующими в рамках вчерашней торговой сессии для нефти, это возобновление роста доллара на фоне ожиданий более быстрых темпов повышения процент места. И, конечно же, рост американца тут же сказался давлением на активы, товарные слиёщи и цены, номинированные как раз в долларах. Еще не стоит забывать про тему, довольно интересную и важную сейчас, связанную с ростом количества негативных платформ и терминалов США. По данным Baker Hughes, напомню, что за позапрошлой неделе их число выросло на 12 до 510, что максимальное значение с января. И общие объемы добычи уже повысились с примерно 8, по-моему, с 8,57 млн баррелей в сутки до 8,8 млн. Я думаю, что при сохранении этого восстановительного тренда и роста числа терминалов мы сможем добраться до планки 8,9 млн баррелей в сутки. Конечно же, такое допроизводство будет компенсировать частично, то ограничение, которое было обозначено рядом ближневосточных стран. Если оценить перспективы нефти в плане дальнейшей ценовой динамики, здесь, как я и отмечал днем ранее, лучше делать ставку на коррекцию, потому что объективно позитива не так уж и много. Потому что позитив это только лишь соглашение, но уж изряд мы прокатились вверх на факте того, что оно было достигнуто. Пора бы, наверное, уже возвращаться к более оправданным фундаментальным поводам, более приземленным, что ли, и сейчас к поводам, которые могут оказать большее влияние на черный золот. В частности, завтра в 0.30 минут по московскому времени, то есть в переходе с автоника на среду, у нас традиционный отчет по запасам нефти по версии АПИ. Посмотрим, посредим за этой статистикой. В прошлый раз рост запасов стал причиной давления на котировки черного золота. Надеюсь, что в этот раз ситуация будет похожа. Я снова жду, пока Brent рассядет до отменки 53 доллара за баррель, потому что хочется, конечно же, извлечь максимум прибыли из-за потенциала коррекции, который может даже не остановиться на отметке 50 долларов за баррель. Ну и прекрасно понимаю то, что сейчас есть все-таки риски того, что в сделку можно войти слишком рано. Как это произошло на прошлой неделе, когда, в принципе, я сделал ставку на коррекцию с отменки 53,5, но Brent еще немножко подрос и добрался до уровня практически 56 долларов за баррель. Позиционная картина остается медвежьей. Я надеюсь, что мы сможем увидеть до конца этой недели 53 и уже под конец 2016 года получим какой-нибудь более серьезный аквендамент для значительной, более значительной коррекции. Рубль против американца 61,85. Ждем все-таки возвращения пары выше 62. Пока новостная картина не меняется. Рубль в целом находится под, скажем, легкой девальвацией, даже несмотря на довольно высокие цены на нефть. Это позитивный момент для тех трейдеров, которые ждут ослабления курса российской валюты, потому что если нефть все-таки начнет быстренько корректироваться, тогда девальвация будет выражена еще более ярко. То есть наша с вами цель – это движение в район 64,65. Я надеюсь, что за оставшиеся полторы недели 2016 года мы можем рассчитывать на какой-нибудь сюрприз, который, в принципе, характерен для российских реалий, вчитывая последние два года. Под закрытие столь значительного календарного периода возникают локальные факторы давления и на курсы российской валюты. Евро против американца. Сейчас котировки по паре 1,03,98, то есть постепенно мы смещаемся в район локальных минимумов, который был зафиксирован еще на прошлой неделе. Ждем с вами, как и раньше, паритета. Я думаю, что вы разделяете позицию того, что это самый вероятный сценарий сейчас, потому что даже не только фундамент сигнализирует об этом, но и техника. Вчерашняя торговая сессия. Можно отметить некоторую недосторопность трейдеров, которые хотят затащить евро к паритету, но считают, что пока для этого нет должного количества аргументов. Хотя я считаю то, что есть. Но, может быть, трейдеры хотят получить поддержку со стороны сильных макроэкономических данных из США. Если это так, то до конца недели у нас несколько важных отчетов. Стоит только взять, к примеру, ВОВП о США, годовой отчет. В случае позитива, в чем я не сомневаюсь, тогда такой катализатор на рынке появится. Вчера вышли данные по оценке делового оптимизма и экономических ожиданий. Вопреки, собственно, нашим прогнозам, статистика оказалась очень даже неплохой. В частности, деловой оптимизм 111, рост 110,4 – это не что иное, как максимум с февраля 2014 года. И здесь стоит сделать ремарку в сторону того, что немецкие промышленники довольно-таки оптимистично оценивают перспективы данного сектора на предстоящие ближайшие 6 месяцев. Многие предприятия даже планируют расширять производство. Но с чем это может быть связано? Возможно, ослабление европейской валюты стало причиной роста конкретной способности. Поэтому промышленники сейчас верят то, что в ближайшее время из-за слабости евро можно рассчитывать на более стабильные и более красивые показатели по экспорту. Но пока это только лишь предположение. К сожалению, последние данные по профициту торгового баланса напротив. Все еврозоны указывают на то, что экспорт снижается. Но все-таки в прошлый раз, когда в основу прошлого отчета ложился курс евро, который был гораздо выше, чем текущее значение. Может быть, сейчас картина изменится. Особенно если евро будет тестировать минимум прошлой недели, окажется еще ниже даже против доллара отметки 1.03. Как бы то ни было особого позитива по евро мы вчера не увидели. В частности, европейская валюта снижалась. Я надеюсь, что это как раз тот самый правный бренд, который базируется на ожиданиях роста доллара, конкурировать с которым очень трудно. Поскольку американец дисконтирует собственную стоимость ожидания более усиленных и ускоренных темпов повышения процентной ставки. Сегодня экономический календарь не заготовил нам ни одного интересного отчета. Единственное, что утром были протоколы Резионного банка Австралии. О них я чуть позже расскажу. Дальше на повестке у нас нет ничего. Мы будем ждать среду, ждать появления статистических визов. А сейчас давайте все-таки поверим в то, что доллар будет оставаться ключевым катализатором. А если так, рисковым максимум придется сдавать свои позиции. Фунт против американцев. Здесь также без изменений идем вниз. В частности, если начинали мы неделю с отметки 1,2479, то уже, по сути, спустились на фигуру 1,2398. Наша цель с вами 1,21. Помимо роста доллара не забывайте про скорое решение Верховного Суда Великобритании, которое может дать трейдерам очень мощный фундаментальный негатив, касающийся темы выхода и состава Европейского Союза способны отправить фунт гораздо ниже даже нашего с вами профильного ориентира. Уже с локального хая потерял фунта больше 400 пунктов. Я думаю, что это только начало. И мы с вами в базе зарождения нового нисходящего тренда, который будет подхвачен в 2017 году. USD на котировке 117.63. Американец все-таки сегодня на азиатской сессии, несмотря на распродажи вчерашнего дня, идет в бой. В принципе, отбивает пункт у своего японского защитного оппонента. Я на самом деле, как и раньше, призываю вас пока воздерживаться от торговли этим дуэтом валютных активов. Надеюсь, что вы, получив профит, успокоились и больше не пытаетесь выполнить программу максимум, снять дополнительные сливки, которые сейчас в плане этих действий могут быть весьма рискованным предприятием. Потому что и коррекция может произойти, если она случится. Вы сами прекрасно понимаете то, что она ожидаема. И я надеюсь, что если она случится, вы будете к ней готовы. И в этот момент не будете находиться в длинных сделках. По доллару фундамент у нас остается прежним. В принципе, все, что мы хотели услышать и даже больше, мы услышали в прошлую среду, когда ПРС анонсировал возможность трех повышения процентной ставки в 2017 году. И поднял ее в первый раз в 2016. Позитив был подтвержден единогласно всеми голосующими членами. И резюмировала все это еще и Джанет Херен. Вчера, кстати, под закрытие дня состоялось очередное выступление. Председатель американского регулятора, в ходе которого Джанет Херен еще раз сделал акцент на тот колоссальный прогресс, который удалось показать американскому рынку труда. И в целом сейчас данный сектор чувствует себя самым лучшим образом за десятилетия. Джанет Херен очень много говорила про рост заработных вклад. Отмечала то, что именно он станет причиной активизации потребительской активности и более лучших показателей по ВВП. Единственный негативный момент, который был обозначен, это низкая производительность труда. Но опять же, по версии самой Джанет Херен, эту проблему также удастся решить в предсказчем 2017 году. Позитив и положительный комментарий Херен тут же толкнули вверх доходности, опять же, американского долгового рынка, привели в движение индекс доллара. И мы видим, как сейчас USDN, в принципе, отыгрывает этот позитив, растет. И я думаю, что уйдет все-таки выше отметки 118. Но и также параллельно допускают все-таки возможность коррекции. Поэтому давайте мы просто пока будем оценивать фундамент. Нас интересует фундамент по доллару, потому что нам нужен рост американца против рисковых активов. Но вот торговать парой доллара японская иена сейчас очень опасно. Сегодня утром состоялось заседание Банка Японии. Ставку, как вы наверняка уже знаете, оставили на прежнем уровне минус 0,1%. Объем покупки 80 миллионов иен в год. Десятилетки по доходности будут также сдерживать в районе нуля. Если что, будут проводиться валютные интервенции. И очень важно то, что Банк Японии пересмотрел прогнозы по экономическому росту. На 2017 год полагает, что ОВП может достигнуть банки 1,5% против прошлого прогноза 1,2%. И, конечно же, это позитивные комментарии, которые должны были стать причиной роста курса японской валюты. Однако этого не произошло. Протоколы заседания были полностью проигнорированы, в частности парой, поскольку мы видим, как, несмотря на довольно жесткий тон, в целом USD иена продолжает расти. Из других валютных активов австралийцев, как я отметил, сегодня были опубликованы протоколы. Что здесь нужно усвоить? То, что Резервный банк Австралии обозначил по-прежнему высокий курс австралийской валюты, который затрудняет переходный процесс. Резервный банк Австралии сделал акцент на слабые макроэкономические данные, которые будут препятствовать достижению ранее прогнозируемых значений по ОВП. То есть, темпы экономического восстановления в 2016 году будут гораздо более скромными. Инфляционные ожидания остаются на крайне низком значении, что в целом допускает возможность новых мер экономического стимулирования. В принципе, риторика была точно такой же, как и в прошлый раз. Сейчас ее можно расценивать как фактор давления на курс австралийца. У нас с вами цель против доллара по этой паре австралийцев против американца 0.72. Сейчас котировки 0.72.54. Минимум был 0.72.39. То есть, 39 пунктов нам не хватило, чтобы добраться и по цели здесь. Я думаю, что еще не вечер сможем достигнуть этого рубежа. По Новозеландцу мы уже, в принципе, вышли из трейдинга, поскольку коснулись нашего профита. СНП, американский фондовый индекс, продолжает расти, отыгрывая позитив, связанный с ожиданием реформ. Столь дружеских для бизнеса реформ травм. Я уверен, что восходящий тренд сохранится в рамках первого квартала 2017 года. И мы сможем оказаться выше уровня 2300 по СНП практически 100%. Золото корректируется 1136. Наша с вами долгосрочная цель 1130. Хотя, я думаю, что можем замахнуться даже на отметку 1100. Несмотря на то, что довольно-таки много еще придется потерять золотому активу. Но соперничать с, опять же, ростом американца будет очень трудно. Поэтому не будем это делать. И если тренд, то ли, очевидно, разворачивается сейчас на рынке в рамках металлов, нужно его придерживаться. Собственно, на этом все. Из важных отчетов, как я уже отметил, выделить сегодня нечего. Завтра макроэкономические, скажем, картины будут более разнообразны. Но, соответственно, завтра уже об этом мы поговорим. Хорошей вам торговой сессии по поту-тренду. Увидимся завтра в прямом эфире на брифинге в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.